Книга «Открытым оком», том 19, тема «Молитва», вопрос 3279. «Если мы должны быть как дети, тогда наши молитвы, такие запутанные, может нисколько нецелесообразнее, чем детский лепец, ибо они как думают, так и говорят», — отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Богу нужна наша искренность, а не философствование и самооправдание». Матфеев 18.3 и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Второе, параллель поминон 29.11. «Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь». 1 Коринфянам 14.20. «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние». Бог слышит даже птенчиков, их карканье и писк. Иов 38.41. «Кто приготовляет ворону корм его, когда птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи?» Солом 146.9. «Дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему». Сейчас стало привычно, что в церковных газетах печатают письма деток Богу. Есть чему-то и поучиться в них. «Лампада номер 11. Ноябрь 2006 года. Страница с 8 по 71 письмом». Вот некоторые из них. «Почему, когда вечером ты включаешь на небе звезды, дуешь на землю теплый ветер, и вокруг тихо-тихо мне иногда хочется плакать?» «У нас в парке подстригали деревья. Когда я спросил, зачем это сделали, мне объяснили, чтобы они лучше росли. Выходит, если я не буду ходить в парикмахерскую, то не буду расти, взрослеть, стареть и не умру. Ну а теперь ты бы создал во второй раз человека. Пусть моя учительница учит меня вечно. Когда я умру, я не хочу ни в рай, ни в ад. Хочу к тебе. А в другой газете, когда моя собака уйдет с земли, возьми ее к себе. У тебя будет настоящий друг. Писать и какать. Выводи ее в семь часов. Если на все, только не кричи на нее, она может сапнуть». Лука 18.11. «Фарисей став, молился сам себе так. «Боже, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди-грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мыдарь». У краткое время с тонким мастерством волшебный праздник создает для глаз. И то же время в беге круговом уносит все, что радовало нас. Часов и дней безудержный поток. Вводит лето в сумрак зимних дней. Где нет листвы, застыл в деревьях сок. Земля мертва и белый плащ на ней. Как человек, что драгоценный вклад, слегкой, обильный, получил обратно. Себя себе вернуть ты будешь рад законной прибылию десятикратной. Ты будешь жить на свете десять раз, десятикратно в детях повторенной. И вправе будешь в свой последний час торжествовать над смертью покоренной. Ты слишком щедро одарен судьбой, чтоб совершенство умерло с тобой». Вильям Шекспир Субтитры создавал DimaTorzok